Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Silent Hill Downpour. Мы находимся в местном здании мэрии, кроме того тут библиотека, архивы. И нам нужно подняться на верхний этаж к диджею Риксу, это судя по всему будет довольно-таки сложно, потому что я уже две серии хожу, и я все еще поднялся на второй этаж, а этажей тут 18. Так, мы подобрали карту, я кстати говоря вообще не смотрю на карту, но мне пока что как-то и без этого было все довольно неплохо понятно, заблудиться тут довольно-таки сложно. Давайте пробираться дальше, мне бы какое-нибудь оружие холодного боя, кто-то там смеется нехорошо, оружие ближнего боя, оружие холодного боя, это звучит по-моему как-то, как-то не так. Ну у нас есть огнестрел, интересно его нужно перезаряжать как-нибудь, нет? Ой, ток-ток не так. Ой, если бы она сейчас упала вниз, я бы расстроился. Ну и так, треугольный блок. Сложно сказать, короче говоря. Тут бушевал пожар. Здесь все выгорело просто. Но электричество тем не менее есть, это по-моему странно. Так, возьмем аптечку, это у нас в конце предыдущей серии довольно сильно покоцало местная тетка, злобная. Хватит твой еще. Самые неприятные пока враги. То есть их можно убивать в отличие от, скажем, тех морлоков. Но, по крайней мере, они пугают вот эти враги. Те враги скорее просто было жуть. Тихо. От которых... От которых хотелось убежать. Так, пойдем, Мерфи. Я надеюсь, это дерево нас выдержит. Трухлявое обгорело дерево. А под нами метров 10. А-а-а, придурок! Я не понял, что случилось. Вы же видели, он вообще не клонялся в эту сторону. А-а-а. Хороший начало. Как обычно, в начале серии мне должно умереть, иначе серия не получится. Так, все те же все там же. Почему я упал? Мне пока загрузка шла, написали, что... Постарайтесь оставаться спокойным, пока вы... Перебирайтесь через эти вещи. Возможно, он... Как-то запаниковал. А как видите, у него зрение начинает, как в амнезии, двоится от страха. Возможно, мне нужно по-быстрому перебираться. Потому что так, в целом, у меня с балансом проблем вроде как не было. Хотя, не знаю, могу ошибаться. Я еще не слишком хорошо освоился в этой игре. И то, что я в нее играю урывками по полтора часа, там, раз в неделю... Это... Довольно сильно сказывается все-таки на том... Как в игру получается играть. Так, вроде никого не видать. Может, не столкнул кто? Вроде нет. Так, давайте попробуем еще раз. Так. Спокойно. 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 Не падай. Не падай. Аккуратно. Так, теперь в эту. В эту. Шо? Давай, молодца. Давай, молодца. Отлично. Так. Они где-то здесь. Я их слышу. Ой-ой-ой. Отлично. Отлично. Там еще одна бежит. Вставай. Так, стерк. Я тебе покажу. Может, мне манекен просто расстреляют, чтобы вы не лезли? Я не совсем освоился. Мне их надо убить или манекенов. Пока непонятно. То есть, первый, с которым я встретился, я просто убивал, по-моему, вот эти вот хрустальные фигуры. И она умерла. Второй раз мне показалось, что я убил, собственно, манекена. И таким макаром выиграл. Так, ладно, монтировка. Это, конечно, прекрасно. Но куда я иду вообще? Я надеюсь, это путь наверх нас ведет. Так, не сюда явно. Там у нас был еще один проход. Давайте посмотрим. Возможно, там что-то хорошее есть. Вот здесь. А, понятно. Сюда мы не можем пойти. А то меня часто ругают за то, что я пропускаю места такие, сокутки. Хотят, чтобы я более плотно игру прошел. Ну, давайте. Давайте делать так. В целом, мне пистолет понравился. То есть, у него автонаведение. Вы знаете, как я на гимпальце. Даже хуже, чем на мышке. Так, тут я могу спуститься. Куда это нас приведет? И я могу пойти дальше. Но дальше нам, судя по всему, не нужно. Потому что здесь особо не... А, вон там дверь. Так, давайте тогда мы сначала вниз сходим. Потому что внизу у нас, как вы видите, все следы туда ведут. Эй. Мерфи. Блин, ну не отполировали игру. Вот видно, что издатели их торопили. Они очень много косяков в игре. Очень многое можно было бы довести до ума, выпустить игру, скажем, в августе. И тогда она игралась бы еще лучше. Но в целом, вся игра все равно нравится. Но, блин, всякие баги, глюки. Это, по-моему, печально. Так, а ты где оказался? Я тут не был. Я был на этаж ниже в этом помещении. Так, офис мэра. Где-то рядом я слышу опять хиканье этих тварей. Поэтому самым разумным решением будет закрыть дверь. Как бы одна из ее проекций не прибежала сюда. Так, очередная книга. Я пока не понимаю, для чего я собираю эти книги. Какой-то тест Роршаха. В зависимости от того, как на это смотреть, это может быть как ваза, так и два человека, смотрящих друг на друга, верно? Каждый видит то, что хочет. Так, и Мерфи, куда ты смотришь? Судя по тому, что ты сюда шайбу свою повернул, тут что-то есть? Или нет? Ты меня просто вводишь за нос. Так, ладно. У меня есть такое ощущение, что я сейчас подойду к его кабинету. К его столу, и что-то нехорошее произойдет. Так, подобрать. Что я могу подобрать тут? Слайды. Слайды, это хорошо. У нас внизу был проектор. То есть, нам теперь назад идти, что ли? Больше тут пока ничего не вижу. И сейчас наверняка я открою дверь, и там будут эти твари. Ну да ладно. Пасть порву, моргал и выколю. Так. Отсюда, я думаю, мы не спустимся вниз. Ну ладно, давайте посмотрим, там у нас еще одна дорога была. Однажды и меня вела. Дорога приключений. Так, давай, забирайся. Хорошо. Мы взяли слайды, и потом нас следы повели куда-то сюда. Что у нас на журнальном столике? Ничего. Хорошо. Как я рад монтировке. Все-таки монтировка одно из самых сильных оружий в игре. Сильное оружие здесь не силой удары измеряется, а тем, насколько оружие быстро бьет. Потому что здесь очевидны такие проблемы с балансом. И когда ты их быстрее бьешь, у них просто не успевает проигрываться анимация. Ой-ой-ой. По-моему, их всех надо бить. Потому что что того бьешь, что этого, результат один и тот же. Короче говоря, не важно. Там у нас, насколько я вижу, очередное кресло-качалка. И там у нас еще один манекен, что ли, лежит. Нет, это стульчик, по-моему, сломанный. Ладно, не спеша идем вперед. Сейчас я, скорее всего, вытащу это кресло и смогу спуститься на этаж ниже, как раз туда, где я уже был. Потому что на этаж ниже у нас был такой же лифт, и туда вели следы, видные в ультрафиолетовом свете как раз-таки этой самой коляски. Ой, какой приятный звук. Так, что такое? Что я могу посмотреть? Кинотеатр Сайлент Хилла. Отлично. Это у нас Натюрморт. Отлично. Так вот, в чем проблема. Ладно, больше ничего нет, я так понимаю. Так, хорошо. Наверх я поехать, я так понимаю, не смогу, только вниз. Ну да, кто-то постарался. Как у нас в подъезде лифт. Примерно так же там с кнопками обошлись. Так, второй этаж. Я на втором этаже, честно говоря, не помню, что у нас есть. По-моему, мне на первый надо. А тут я и не был даже. А, подожди, я тут был. Да-да-да. Так, проектор у нас был... Где у нас был проектор? Проектор у нас был где-то вот тут. Если мне память не изменяет. Я так думаю. По-моему, я не знаю, что у нас был. Ой, блин. А, кто-то там у нас, да? Так, хорошо. Слайды. Так, пора боже запоминать. Это нам, похоже, поможет. Так, третий у нас это час. Первый это у нас девять. Второй шесть. Третий час. Девять шесть час. Блин, да, не бросай. Девять шесть час. С моей внимательностью я про это забуду через полминуты. Надо быстрее. Быстрее бежать, пока не забыл. Так. Но третий это точно... Так, подожди. Третий это точно час. А вот какая из этих... Что? Так, вот так, по-моему, что ли? Нет. Давайте наоборот. Так, шесть. А, подожди, я же, блин, не то делал. Так, подожди, тут десять часов, что ли, всего у них? Ну, тогда... Давайте вот так, девять... Шесть. Странно. Там были часы, тут бы не часовой, поэтому я маленько запутался. Но, как вы видели, это все решаемо. Кто-то ломился внутрь, а мы сюда проходим по уму. А тут у нас натуральный каково, изнутри такие же. Хорошо. Так, я надеюсь, дверь за мной не закроется, потому что я не хотел бы тут остаться на веки вечной. Твою мать. Добрали с него карту. Какого хера-то включилась? Не надо, не надо нам в таких сюрпризах. Шо это будет, Мерфи? Мы с тобой поиграем в мяч? Или все это за просто так? Насколько я вижу, у нас выигрышная ситуация, верно? Ребята, как Напир, не имеют права дышать тем же воздухом, что мы с тобой. Но нас просят терпеть их. Ты можешь в это поверить? Ради их безопасности. Да, позвольте я спросить. Как насчет безопасности Чарли? Знаешь, как будет? Я дам тебе доступ к Напиру, проведи с ним время качественно. И никто об этом не узнает. Ты будешь чист в обмен, ты сделаешь мне услугу. Можешь для меня это сделать? Спорт? Спортсмен, что ли? Конечно, можешь. Ты же человек, слово Мерфи. Со мной будешь честным, я с тобой буду честным. Так все-таки эта Мерфи, похоже, не приснилась, да? В начале игры. Запомни, ты мне должен. Так, короче говоря, то, что мы видели в начале, как этот паренек убивал толстяка, который, похоже, что-то сделал с его сыном, это, похоже, был не сон. Преступный сговор с администрацией тюрьмы. Вот как я это называю. Так, что в итоге? Что мы тут имеем? Так. Джордж Сюилл, офицер corrections. То есть офицер исправления, что ли? Год службы, 20 лет на службе. Было несколько докладов от заключенных и вертухаев, что офицер Сюилл заключает подозрительные соглашения и отношения с несколькими заключенными для собственной бигиды. Кроме того, были подтверждения того, или подозрения того, что офицер Сюилл угрожал физической расправой. Но офицер Сюилл все это отрицает. Заключение. До того, как расследование что-то выяснит, офицер Сюилл... Короче, пока идет расследование, офицера Сюилла воздержать от повышения и понижения. Пока что, в общем, ничего вообще с ним не делать. Но, кроме того, положительная характеристика от команды, что он себя очень хорошо зарекомендовал за время работы. Кроме того, он очень пунктуальный. Ну, короче говоря, от его коллег, как обычно, положительная характеристика, как с любой работой. Но по нему шло расследование. То, что... именно какие-то непонятные мутки у него были заключенными. Для собственной выгоды все это делал. Так, мне похоже, к этому радио нужно подойти. Давайте подойдем. Это шипение в предыдущих частях говорило о том, что... где-то поблизости монстры. В этой части оно, по-моему, ни о чем не говорит. Так, что мне это дало то, что я пошел сюда? Ну, кроме этой ID-карты, которые, честно говоря, вообще не знаю куда мне можно применить. Эм... Ладно, по ходу дела разберемся. Блин, что там за звуки за стеной? У меня еще такое ощущение, что вот это какая-то скрытая дверь. Но, судя по всему, это не так. Просто не хотелось бы сейчас отсюда уйти и потом в итоге, чтобы оказалось, что... на деле-то все, что нам нужно было тут. Так, ладно, куда мы теперь идем, я совершенно не представляю. Что у нас там по времени, кстати говоря? Время еще на серию минут 10. И у нас есть... Карта... Карта от лифта, которая дает доступ к закрытым этажам. Понятно. Это нам поможет. Я надеюсь только это, что тот самый лифт, о котором, я думаю, мне не придется другой искать. Мерфи, Мерфи, что же ты натворил? Пендлтон. Мать твою за ногу. Так, ну-ка попробуем. Отлично. А, вот смотри. Прямиком на 18 этаж. Что ты прыгаешь? Все-таки мы не довели до ума, вот такие мелкие шероховатости, они серьезно портят впечатление. VLMFM, то есть мы пришли на радиостанцию. Серьезно портят впечатление от игры. Ощущение, что вот в свое время это не позволило мне в полной мере насладиться, скажем, Ведьмаком вторым, потому что когда игра вышла, она была очень серьезно забагована. Но тем не менее, по-моему, игра была прекрасна, Ведьмак второй. Возможно, мы когда-нибудь сделаем на нее летсплей. Пока что, блин, планов хватает и без нее. Но очень давно просит просто. Почему ей это сказал-то. Вот. Такие дела. Так, тут кто-то у нас кушал. Уютненько. Уютненько. Уютненький офис. И, по-моему, я не знаю ничего с уверенностью. Уютненько. 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 Так, ну давайте пойдем к нему, поздороваемся. Мне интересно, что же он, почему он назвал наше имя. Я сказал, что знает наши грязные секреты. Кто он такой вообще? Что он скрывает? Нига. Ой, как базарит. Его будет трудно переводить. Кто-то присматривает за тобой, Мерф Пендлтон. Так что, будь осторожен. Заходи. Диск там крутится, так что нам ничего не помешает. Ты кого-то призрака увидел. Ты в порядке? Да нет, не особо. Рад слышать. Что я для тебя могу сделать? Мерфью Пендлтон. Как я и говорил. Что диджей Бобби Рикс может сделать для тебя, Мерфи? Хочешь, чтобы я для тебя определенную музыку поставил? Я тот самый парень, про которым ты говорил по радио. Я получил послание, я пришел, чтобы найти тебя. Ты, похоже, не того паренька нашло, Мерфи. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Если хочешь музыку послушать или какое-то обращение, то это я. Рекламные речевки, говорит. Слушай, парень, я прошел через ад и воду и метные трубы, потому что ты меня звал. Поэтому прекращай свое дерьмо. У меня нет на это времени. Да успокойся. Потише, голову сделай. А то тебя услышат. А ты бы этого не хотел. Спасибо, что кто-то меня наконец услышал. Я не могу тебе сказать, как давно, что эта запись крутится. Я надеялся, что кто-нибудь услышит. Что происходит здесь вообще, Диджи Рикс? Нет времени объяснять. Тебе нужно убираться отсюда. Нам нужно обуем убираться отсюда. Может быть, у нас будет шанс выбираться отсюда живыми. Это план? Да, слушай. У меня есть лодка. Она в бухте. Очень быстро. Но кто-то у меня спер ключи. Да я просто проводки там подключил, никаких проблем. Нет, это не сработает. Это место... Оно делает странные вещи с реальностью, чувак. Это как... Здесь есть правила, которым ты должен следовать. Ты понимаешь, о чём я говорю? Бобби Рикс? Ага. Ага. Не надо будет его переводить. Хе-хе-хе-хе. Да, конечно. Это... Хорошо, что вы это обо мне. Что обо мне так думали. Да. Очень рад. Спасибо. Что-то мы там сказали, похоже. Они идут. Кто? Без разницы. Ты должен найти эти ключи. Они на серебряной цепочке с надписью Свобода. Пендалтон! Оп. Опусти оружие, черт побери. И мы оба можем выбраться отсюда. Что за хе-хе-хе-хе? Позвонят, но не выйти. Просто потому что люди хотят быть слышны, не означает, что они готовы слушать. Посмотрите за себя. Телефон не работает, говорит. Телефон принимается, но позвонить нельзя. Что здесь происходит? Нет, черт. Ох, в твою м... Ой-ой-ой-ой. Что произошло? Куда все подевались? Твою дивизию, вы посмотрите, что произошло-то. В очередной раз хочу извиниться за такой немножко скомканный перевод. Я до вас основную суть донес, что Диджей Рикс, он на самом деле что-то скрывал. То есть, в итоге выяснилось, что он на самом деле назвал, хотя он и заверял, что такого не было. Он говорит, что он очень давно прокручивал эту запись и даже не надеялся, что кто-то в итоге ее услышит. Он вместе с нами хочет выбраться отсюда. Сказал, чтобы мы пошли в местную бухту. Нашли ключ сначала от лодки на серебряной цепочке с надписью «Свобода», «Фридом». Но в итоге что-то произошло. Не знаю, у меня нет большого опыта синхронного перевода, я только начал это дело. Как могу перевожу? О-о-о! Посмотри, что творится. Я думаю, годика через два я наберусь опыта, но пока что имеем, что имеем. Но это по-любому лучше, чем никакого перевода, верно? Конечно, я мог бы делать субтитрами перевод, как делал раньше, но на это уходит слишком много времени. Там каждую серию, когда переводишь, все это где-то уходит натурально. Ну, как это сказать? На каждую серию часов по пять уходит. Это просто непродуктивно. Я не успеваю тогда делать по три прохождения. Итак, три прохождения сейчас снимают очень много времени. Ну ладно, как бы там ни было, я надеюсь, вам понравилось, потому что мне эта история нравится все больше и больше. В следующей серии, если нам дадут, я постараюсь вернуться в апартаменты, как вы говорили, там был сайд-квест. Кроме того, в полицейской станции, после того, как находишь эти машины разъезжающие, можно вернуться на полицейскую станцию. Помните, там была такая рация, которая не мог на нее ничего использовать? Оказывается, после того, как нашли машину, можно вернуться к этой полицейской станции и там с помощью этих частот отозвать себе машины и бегать по городу будет спокойнее. Короче говоря, возможно, в следующей серии мы этим займемся, потому что сейчас, я так понимаю, мы выберемся обратно в город. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok